Всем привет дорогие друзья! У нас среда и стало быть новая игра на вечернем смотре и это, как вы уже успели прочитать или наверняка догадаться, Ballet Storm, один из самых лучших, самых динамичных и самых интересных экшенов 2011 года. И сегодня мы будем смотреть на режим эхо, потому что кампанию я проходить естественно пока не буду на смотре, потому что там море-море интереснейших спойлеров. Сюжет является одной из самых интересных фишек этой игры, поэтому я его раскрывать не намерен раньше времени. Ну а сейчас можно коротко о главном сказать. Те, кто является рьяными поклонниками жанра шутер и не терпят никаких нововведений, уникальных геймплейных фишек, те сразу могут выключать это видео, потому что вам будет тут неинтересно. А те, кто любит уникальный геймплей, то есть нововведения в жанр шутер, незабываемые ощущения, те оставайтесь, эта игра точно для вас. Главный герой у нас Маркус, он со своими друзьями, с карательным отрядом, служит на некого кровожадного генерала, который просит их убить определенных личностей, но естественно за деньги. Вот такие вот они наемники. Я больше раскрывать сюжет не буду, потому как сегодня о нем речь и даже не будет идти. Мы будем разбирать именно геймплей, мы будем смотреть на игру. Так что сейчас понеслось. Ну вот и начинается кровавое пиршество. Сейчас вы видите, насколько уникальный тут геймплей. Конечно же, этот геймплей может далеко-далеко не всем понравиться. Конечно же, он индивидуален для тех игроков, которые хотят что-то новое попробовать. Ну а для тех игроков, которые любят лишь пострелялки, тоже в принципе могут найти тут чем заняться. Стрелять никто не отменял право. У вас есть право играть так, как вам нравится, естественно. Ну а те, кто любит динамику, геймдрайв, просто дичайшие ощущения, те, конечно же, будут играть в такой геймплей, который предоставлен тут с самого начала, и который, в общем-то, и рекомендуется играть именно так. Вот тут на уровнях разбросано огромное количество всяких ловушек, в которых можно естественно пульнуть наших врагов как следует. За простое убийство дается 10 очков, за какое-то уникальное убийство дается от 150 и выше. Вот как мы можем сейчас увидеть взрыв вот этих бочек с топливом, 200 очков. За эти очки мы можем покупать патроны, мы можем покупать новое оружие, можем модернизировать старое. Естественно, те, кто любит лишь пострелять, мало очков наберут, и в конечном итоге мало оружия, в общем-то, и просмотрят. И пострелять, на самом деле, смогут только лишь вот из таких вот стволов, которые уже нам предоставлены с самого начала. То есть автомат, пистолет. Но и они могут как-то попытаться заработать. Если попадать в критические точки врага, то есть в шею, в голову, как это парадоксально не звучит, и, извиняюсь, конечно же, по яйцам можно стрелять, то вы будете получать, конечно же, определенное количество опыта, очков, или как хотите называйте. Это, в принципе, не столь важно, и за них вы можете тоже включать и покупать какие-то определенные оружия. Но все равно, если вы будете только стрелять, вы будете владеться немногими видами оружия. Сразу прямо скажу, все вы не опробуйте. Если хотите перепробовать все, что только можно, ищите самые уникальные способы расправы с вашими врагами. И режим эхо нужен для того, чтобы пройти этот режим эхо, нужно хотя бы одно очко, одну звезду набрать. Максимум можно три звезды, и их можно достигнуть только в том случае, если вы наберете огромное количество очков опыта. И вы, конечно же, уложитесь определенное время. Чем быстрее вы пройдете, чем больше очков вы наберете, тем больше, собственно, и получите звезд. И, в конечном итоге, от звезд зависит, сколько уровней вам откроется. Добивание пули. Вот, пожалуйста, добивание пули, 120 очков опыта. Я думаю, что каждый, кто любит шутеры, обязательно заработает эти самые очки. Так, кто еще остался? Все, мы всех убили. Я думаю, что немного ближе очков опыта мы получим за это выступление. Хотя, пожалуй, что рейтинг 3. 5.280. Я думаю, что это достаточно неплохо. Ну, теперь перейдем на второй уровень. Мы посмотрим пару-тройку миссий интереснейших. И уже потом свой финальный вердикт будете вносить. Вы хотите ли вы увидеть прохождение на эту динамичную, интересную, уникальную игру с своеобразным геймплеем? Либо же нет. Чем еще хороший режим эхо, он позволяет вам пробежаться по тем местам, которые вы уже видели в оригинальном сюжете. Но никаких спойлеров, никаких сюжетных инноваций тут нет, естественно. Поэтому вы можете спокойно расслабиться в компании друзей, либо же в одиночку, естественно, вам это не приезжает. И пройти... По тем местам, которые вам нравятся. Еще раз. И вот так вот красиво сбрасывать с обрыва врагов ваших, закидывать их в бочками с горючим. И еще множество, множество всякого. Накалывать их на кактусы, накалывать их на провода электрические. Делать из них граффити, разбивать их просто об стены, крушить черепа. А, нет, 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 стоп, стоп, стоп. Нужно определенное. Вот так вот сделать. ХП в самых лучших традициях всех голливудских шутеров восстанавливается с момента времени. То есть нужно поставить какое-то время и не стрелять по врагам. И тогда у вас все получится, и вы сможете восстановить все ХП и вернуться в бой. Естественно, в режиме эхо вы теряете тем самым большее количество времени. И стало быть, может быть, не сможете дополучить какое-то определенное количество звезд. И не сможете открыть какой-то новый уровень. Так что... Так... Хотел спитрить. Ладно. Да валите вы отсюда! Никто не выживет! Вот. Вот. Голукружение... Ой, извини. Я не знал, что у тебя голукружение, честно. Куды! Нет, нет, нет. Плюшка. В голову. Судвадцать пять, пожалуйста. Он может умерть хэшот и зарабатывать неплохое количество очков. Опыта Куды собрался. А ну давай туда. Туда, я сказал. Кто там еще хочет получить? Так, а ну-ка ты на моего друга. Нет. Не нападай. Причем со спины-то. Кто-то там сейчас плюшка, нет? Да нет, вроде как что-то тут... Тихо стало. А вот так, зенитный огонь, 500 очков, отлично. Экологистика еще 250 очков. Я думаю, что мы идем достаточно неплохо, если мы будем использовать такие фишки, которые проставлены на уровне. Мы можем зарабатывать огромное количество этих самых очков, за которые мы можем получать уникальные пушки, на которые мы можем покупать патроны огромное количество и уже не париться, кончатся ли они или нет. Ну вот как раз вот на уровне проставлены эти амуниции. Использовать можно Q на кнопку. И тогда вы зарядите твои стволы по полной, либо купите какие-нибудь новые, ну и раска. А ну, хорош стрелять из минигана, дурнутый крутой, что ли такой? Так, отсидимся. Сейчас я тебе покажу, что значит быть крутыми, что значит использовать самый лучший пулемет в мире. Ой-ой-ой, что-то надо, 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 ну-ка, ну-ка. А ну, валить отсюда. Ой, как красиво-то. Да, патроны калибра 15 миллиметров, наверняка они меньше, творят чудеса просто. Удерживать ПКР. И вот у нас эти нитки разные летят, или как еще их можно назвать, ну, самолеты, да, самолеты. Даже вертолеты скорее, что-то я вообще немножко как-то топлю этим вечером, ну, да ладно. Конечно же, в постоянном пострелять из этого минигана не дадут, потому что есть определенное количество времени, определенное количество энергии. Так, и все, оно кончилось. Опа, вот это супер выстрелы, которые мы также можем использовать вот так вот по назначению. Их всего лишь три, их можно получать по мере там прохождения. Они накапливаются в каждом новом уровне. Так что никто вам не запретит стрелять вот такими вот уникальными энергетическими пулями. Вот так, да, ну. Сейчас я как раз и продемонстрирую, как они работают. Ну, крайне рекомендую оставлять на самых сильных противников, которые находятся вне зоны досягаемости. Оп, я не попал. Увы, увы, и ах, к следующему уровню попробуем посмотреть. Так, 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 так. А ну, болезнь сюда. Что там еще? И ты тоже болезнь. А тебя самому приглашению нужно, да? Так, а ты сюда... Не ушибся? Давай, я тебе помогу. Так, проходим дальше. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой, мы падаем. Аккуратно. Все, мы выжили. Все отлично, все замечательно. Все прекрасно. А ну, стоять. Не закрывайтесь тут. Ну, гости пришли. Шокер. Отлично. О, наверное, это больно. Ну, вот, пожалуйста, пройден еще один уровень. К сожалению, только две звезды. Ну, потому что мы очень много времени потратили на этот уровень и не всегда рационально использовали уровень для того, чтобы получить огромное количество опы. Ну, думаю, два очка тоже неплохо. Для тех, кто хочет открыть все уровни, конечно же, нужно проходить все на три очка. Ну, и, пожалуй, что заключительное прохождение мы сделаем на этот уровень. Вот нам уже тут предоставляют новый вид оружия. Пожалуйста, револьверчик очень неплохой. Пожалуйста, полежим. Так. Иши. Это наш напарник его зовут Иши. Он кореец вроде как. Я уже не помню, но это все важно. Так, ребята, привет. Опа. Так. Куда я? Куда я тебя? Да, высоты боишься, конечно, ребят, боишься. Стану иди сюда. Ты избурелся совсем. Конечно же, кому-то может показаться, что это достаточно скучно, конечно, использовать одни и те же способы для расправы с врагом, но никто не помешает вам использовать свои уникальные и находить все самые необычные способы расправы с любым врагом. Добивание пули, пожалуйста, 125. Ну, тоже достаточно неплохо, если у вас нет других вариантов убить врага. Можно воспользоваться и добиванием пули, можно воспользоваться и супер выстрелом. Хотя супер выстрел, если честно, очень маленькое количество очков. Так. О, вот это уже с ракетницами, уже опасный ядь. Ничего. Сейчас посмотрим, кто опасный-то. Вы или мы с моим корешем? Ну иди, полетай немножко. Ох, как красиво. Так. Спички? Психом не игрушка. Так что иди поплавай. Рыбикор. Ух, там пираньи оказывается. Кто еще хочет покормить рыбок экзотических? Давайте, давай, и шеф, садим. Вот так. Кушайте на здоровье. Как говорится. Так, дальше проходим. Тут мы вроде как зачистили, и даже в нас не попала ни одна ракета. Так, пиши, давай, 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 показывай путь. Я его уже не помню, этот уровень проходил достаточно давно, так что я тут, скажем так, нубик. Ну ничего, я думаю, что мы быстренько найдем. Опа. Ой, какие кактусы, ребята. Вы прямо экзотику любите. Молодцы. Так, ты тоже любишь, да? Ой, извини, перелет небольшой. Случайно, честно. А ну-ка, поджарься по тарелочкам. Отличный бонус, я считаю. Вам тоже хочется жаркую воду? Да? Хотите барбекю? Пожалуйста. Ой, извини, я не знал, что там шокер. Как нехорошо получилось-то. Ой, сейчас тоже стрельба вслепую. Да ладно. Ой, 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 ребята, ребята. Это как-то уж слишком негостеприимый с вашей стороны. Цель слишком близка, это плохо. Если цель находится очень близко от вас, то вы не сможете ее захватить. Так. Да этих захватить-то не так и просто. Так. Ну тоже. Ой, ой, извини, я не хотел так с тобой расправиться, честное слово. Да иди уже, пошатили. Зарядись энергией. Так, и? Почему именно тут нам показали? Честно говоря, не помню ее. Что тут вообще нужно делать, тем более в режиме эхо. Ретро-саунд. А, нет, все-таки не нужно ничего себе делать. А-а-а, бухло. О, да, главный герой тут любит выпить изрядно. И по уровням тоже можно ходить таким поддатам. Если вы умудритесь по кому-нибудь попасть, то вам дадутся дополнительные очки опыта за безумие, скажем так. О-о-о, нет, 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 нет. Вот такие вот боссы также будут встречаться достаточно регулярно. Так, это что-то вообще никуда не вижу. Ой, пульсации. Вот как раз, пожалуйста, из-за того, что мы выпили и насадили опять врагов на оголенные электрические провода, нам дали дополнительно 500 очков очков. Э-э-э, бухай. Да успокойся ты. Таким бухаем стрелять нужно в шлем, чтобы его сбить. Тогда он будет уязвимым, ой-ой-ой-ой, если, конечно, он не нашпигует нас с крюльцом. Но Маркус может выдержать много выстрелов, он же спицназовец. Так, у нас потом мы хотим мало, это уже плохо. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас я там туплю-туплю-туплю-туплю. Когда же мы собьем? Прячься, все-все-все, я прячу, прячу. Ишь и давай, помогай, он какой-то неубиваемый. Да давай уже, снимай ты свой шлем. Ну, наконец-то. Вот так. Вот он уже беш... Э-э, ты чё пинаешься? Я только пинаться тут могу, ты понял меня? Момбед спасал, отлично. Вот, пожалуйста, мы можем использовать пулеметик его. У нас полная энергия, поэтому можем тут творить просто всё, что угодно. Просто стоящее мясо. Вот так, а мясо я люблю. Ну, кто же не любит мясо? Это все те, кто любит играть в шутеры, все любят мясо в шутеры, как и все. Так, растяжка. Кто-то, кто еще хочет получить свинца, я видел, кто-то сейчас убежал. А-а-а, я думал, Иша уже убежал. Так, всё-всё-всё, ребят, хорош. У меня осталось мало энергии, так что где вы там? Где вы там, показывайтесь. Ну всё, уже не надо. Так, так ты, давай. Ой, не-не-не-не, это мне не надо. Только взрывной, только взрывной заряд. Ой, всё. Ладно. Можем, я могу и без патронов. Хорошо. Опс. Упс. Что-то я слишком тут как-то переборщил. Так, ладно, ладно, кто тут хочет? Кто тут хочет получить супер выстрел? Ой, не-не-не, не я точно, не я, честно. Так, а иди сюда. Поболтаем с тобой вместе. Ой, огонь по своим нехорошо, ребят, по своим стрелять. Вы что? Какой пример вы подаете своим? Друганам. Опа. Ну, отлично. Всего лишь 10 очков дается за убийство вот таким способом. Немного, конечно, но зато красиво. Так, у меня есть революер, точно. Что-то я совсем забыл. А ну иди сюда, бзюк. Немется, что ли? Да ладно. Трельба в слепую, ну, не совсем слепую, конечно же. Стоит сказать. Вот так. И шеф. Сбегать отсюда, хотя он вообще неубиваемый. Так же практически, как и наш герой, он может выдержать огромное количество выстрелов. Даже больше, чем мы, собственно. Так, ну вот, всего лишь две звезды. Конечно же, я тут не старался. Хотел показать вам все умения, которые можно тут использовать. Но, в принципе, на этом можно и закончить. Три уровня пройдены. Если вам нравится такой тип геймплей, если вам нравится вообще такая игра, и вы хотите увидеть на нее прохождение, на все одиночные миссии, и на все миссии компании Эхо, и хотите увидеть прохождение на три звезды, то ставьте лайк, и будет это прохождение уже через две недели по итогам. А теперь всем огромное спасибо за внимание. Всем всего самого лучшего и доброго. И пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok